Всем привет! Разберем поэтапно интересный дизайн. Добавив в цвет 368 каплю 001 и нанесем на ноготочек. Далее Эмми Лак 375 по мокрому непросушенному слою наносим следом. И 196 с каплей 001 возле кутикула. Конечно, не забывайте про чистый маникюр, чтобы красиво, хорошо лег цвет в зоне кутикулы. Далее номер 370 с каплей 001 наносим на край будущего ногтевого ложа и распределяем тонкой кисточкой по линии улыбки. И немножечко наверх. Берем кисточку для градиента и все по мокрому стягиваем вниз к линии улыбки. Просушиваем в лампе и далее дублируем возле линии улыбки наш микс из номера 370 и 001. И немножечко его наверх убираем. Просушиваем и после просушки наносим наш микс 368 и 001. Мазковой кисточкой растаптываем к кутикуле и далее кисточкой для градиента стягиваем вниз, растаптывая в тонкую-тонкую дымку. Далее такую же процедуру проделываем с гей-лаком номер 375. Убираем кутикуле и кисточкой для градиента опять по просушенному цвету зелененькому стягиваем вниз и растаптываем в тонкую невидимую дымку. Если в первый случай мы делали по мокрому, то здесь каждый слой я просушиваю. Все красиво оформляем в зоне кутикулы и стягиваем также сиреневый цвет вниз. Топ-текласс я покрыла, подровняла все и еще раз перекрыла. Теперь делаю шелковую втирку номер 206. И эмми-лак 001 обозначаю конец моего френча. Все, что между линией улыбки и концом френча, заполняю эмми-лак 030 черного цвета. И обязательно тонкой кисточкой оформляю усики, чтобы они смотрелись очень красиво и четко. Самый важный этап здесь, как вы поняли, это сделать тело ногтя ровным и красивым перед тем, как вы нанесли втирку. Вельвет топом заполняю среднюю часть моего френча, где черный, и тонкой кисточкой также прорисовываю усики. Далее делаю растяжку из эмпасты белой рафинаты черная смола. И кисточкой скошенной 2.0 для китайской росписи начинаю прорисовывать слой за слоем, по матовому топу, мой наборный френч. Каждый слой я просушиваю в лампе. Для придания большей фактурности я подвела черным смолой каждый из слоев. И теперь гель-краской хорей из набора Happy New Year я заполняю самый кончик моего френча. Он просто бомбически переливается и делает эффект жидкой слюды. Также эмпастой белой рафинат для придания большего объема я подвожу белые части и перекрываю среднюю часть вельвет топ гель, а тело ногтя и самый кончик Tackle Stop гель. Посмотрите, как красиво получилось. Я думаю, что если вы повторите все по шагам, у вас получится такая же красота и будет так же красиво блестеть. Под втиркой всегда смотрится градиент очень плавно. Удачи!